Здравствуйте! Я, неволина Елена Александровна, учитель русского языка и литературы, эксперт по проверке заданий ЕГЭ, приветствую вас на моем канале. Навык успешного выполнения заданий ЕГЭ зависит от регулярных занятий. Записывайтесь на мой курс по подготовке к ЕГЭ по ссылкам после видео. В этом уроке вы узнаете, какие бывают средства связи предложений в тексте. Условно, все средства связи предложений в тексте можно разделить на лексические, морфологические и синтаксические. Рассмотрим лексические средства связи. К ним относятся однокоренные слова, синонимы, антонимы, слова одной тематической группы, родовидовые слова, описательные обороты. Лексический повтор – это повторение одного и того же слова без изменения его формы. Например, удивительно, какую огромную роль в жизни и поэзии Пушкина играла дружба. Дружба была вдохновительницей большинства его стихотворений самых высоких переживаний. В данных предложениях средством связи является повтор слова «дружба». Однокоренные слова – это слова с одинаковым корнем и общим значением. Например, родина, родица, род. Пример, связи предложений с помощью однокоренных слов вы видите на экране. Синонимы – это слова, как правило, одной части речи, близкие по лексическому значению, но различные по звучанию. В примере на экране синонимы, градусник, термометр являются средствами связи между предложениями. Антонимы – это слова одной части речи, противоположные по лексическому значению. В примере на экране средством связи между предложениями являются антонимы, друзья, враги. Контекстные синонимы и антонимы – это синонимы и антонимы, которые являются таковыми только в определенном контексте. На экране вы видите примеры предложений, связанных с помощью контекстных антонимов и синонимов. Слова одной тематической группы – это слова, которые обладают общностью лексического значения и обозначают сходные, но не одинаковые понятия. Например, вода, волны, море. Пример связи предложений с помощью слов одной тематической группы. Вода была чистой и прозрачной, волны набегали на берег медленно и бесшумно. Такими словами являются вода и волны. Родовидовые слова – это слова, связанные отношениями род-вид. Род – более широкое понятие, вид – более узкое. Например, ромашка, цветок. Пример связи предложений с помощью родовидовых слов. Полевые ромашки становятся редкостью, а ведь это неприхотливый цветок. Родовидовые слова – ромашка, цветок. Описательный оборот – это сочетание слов, образуемое для замены какого-либо слова или наименования. Например, вместо слова «лев» употребляют описательный оборот «царь зверей». Вместо «Санкт-Петербург» употребляют описательный оборот «северная столица». Пример связи предложений с помощью описательного оборота вы видите на экране. К морфологическим средствам связи относятся формы слова, союзы, частицы, местоимения, наречия, имена прилагательные и наречия в сравнительной степени. Формы слова – это слова в своей измененной грамматической форме. Формы слов разных частей речи. У существительного в другой форме может меняться падеж, число, например, стол, столы, столами. Но если добавляется суффикс и образуется слово «столик», то это будет уже однокоренное слово. У прилагательных в другой форме может меняться род, падеж, число, например, умный, умного, умнее. Но при добавлении приставки возникает уже не форма, а однокоренное слово. У числительных может меняться падеж, род, число в другой форме, например, 20-20, 50-50. У местоимений в другой форме может меняться падеж, род, я, меня, твой, твоя. У глагола в другой форме может меняться число, наклонение. В изъявительном наклонении время, лицо, рот, например, строит, строит. Но как только добавляем приставку «построит» – это уже однокоренное слово. Глаголы причастия, глаголы идеи причастия считаются разными словами. Пример связи предложений с помощью разных форм слова вы видите на экране. Связь предложений с помощью союза – самый распространенный тип связи между предложениями в тексте, благодаря которому между предложениями возникают различные отношения, связанные со значением союза. На экране вы видите примеры такого вида связи между предложениями. Связь предложений в тексте с помощью частиц всегда сопутствует другим видам связи, так как частицы вносят дополнительные оттенки в предложения. Например, позвоните родителям, поговорите с ними, ведь это так просто и одновременно сложно. Любить. Связь между предложениями произошла с помощью частицы «ведь». Связь предложений с помощью местоимений – это связь, при котором одно или несколько слов предыдущего предложения заменяется местоимениями. Примеры таких видов связи с помощью местоимения различных разрядов вы видите на экране. Связь предложений в тексте с помощью наречий зависит от значения наречий. Примеры таких видов связи вы видите на экране. Имена прилагательные и наречия в сравнительной степени – это тоже средства связи предложений в тексте. Например, место было прекрасное, лучше и не придумаешь. К синтаксическим средствам связи предложений в тексте относятся вводные слова и конструкции, параллелизм, порцеляция, инверсия, эллипсис. Вводные слова и конструкции, которые указывают на связь мыслей и последовательность их изложения в тексте, на способ оформления мыслей, являются прекрасным средством связи предложений в тексте. Например, во-первых, лесной воздух целебен. Во-вторых, он удлиняет жизнь, улучшает наше здоровье. Наконец, он превращает процесс дыхания в наслаждение. Вводные слова «во-первых», во-вторых, «наконец» являются средством связи предложений в тексте. Параллелизм – это одинаковое построение несколько рядом стоящих предложений. Например, «Мария сидела в кресле, собака лежала на полу рядом». На первом месте в первом-втором предложении стоит подлежащее, на втором – сказуемое, на третьем – обстоятельства. Эти предложения связаны с помощью параллелизма. Парцеляция – это неполное предложение. Часто парцеляция является средством связи предложений в тексте. Например, «Знаете, о чем мы спорили?» О литературе, музыке, живописи. Парцеляция – во втором предложении. Другим синтаксическим средством связи предложений в тексте является инверсия. Инверсия – это использование обратного порядка слов. Например, «Никого она так не любила». «Не любила она за всю свою жизнь». Эллипсис – это пропуск элемента предложения, который восстанавливается с помощью отсылки к другим предложениям текста. И это тоже синтаксическое средство связи. Например, «Эллипсис» можно увидеть в строчках Ахматовой. «При вольем пахнет дикий мед, пыль – солнечным лучом, фиалкою – девичий рот, а золото – ничем». В этом предложении во второй, третьей, четвертой части присутствует пропуск элемента «пахнет». Это «Эллипсис». Рассмотрим, как знания о средствах связи предложений в тексте помогут нам выполнить задание демоверсии экзамена. Среди предложений 5.15 найдите такие, которые связаны с предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Запишите номера этих предложений. В этом отрывке мы выделили все местоимения и указали разряды местоимений. Нам необходимо выделить предложение с притяжательным местоимением. К этому заданию подходят предложения 12 и предложения 13. Но средством связи является притяжательное местоимение ее именно в 12 предложении. Поэтому ответ 12. По ссылке после видео вы можете скачать таблицы средств связи между предложениями. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...